всем доброго дня меня зовут надежда приветствую вас в себя на канале сегодня предлагаю вместе со мной связать вот такие следочки вяжутся они просто быстро легко в моем случае слитки связаны на 37 размер но связать можно на любой размер который вам необходим слитки связаны с двумя швами по верху и по заднику повторюсь вяжутся быстро справиться с этой моделью даже начинающая мастерица ну а опытно свяжет их буквально за вечер если же вам интересно как они вяжутся оставайтесь со мной а я вам подробно покажу в самом начале вязания мы измеряем длину нашей стопы у меня манекен как раз таки на 37 размер и он составляет в 10 22 сантиметра по стопе от крайней верхней точки пятки до крайней верхней точки нашего носка до пальчиков у меня составляет 22 сантиметра то есть это 22 сантиметра это наша вот это вот длина на поскольку у нас платочная вязка и она хорошо тянется и чтобы следочек сам хорошо плотно сидел по ножке как он сидит на манекене при вязании платочной вязки я всегда убираю 10 сантиметров в минус до чтобы не растягивался приношение приноски от наши следки как в принципе и другое любое изделие или связанное платочной вязкой потому что платочная вязка имеет свойство хорошо растягиваться убрав 10 сантиметров мы получим 20 с половиной сантиметров плотность моего вязания составляет при данной пряжи 2 сантиметра вязала я спицами номер три как рассчитать собственную плотность вязания и я оставлю ссылку на видеоролик под этим видео при помощи которого вы сможете рассчитать вашу плотность вязания из вашей пряжи и вашим номером спиц значит у меня составляет 2 сантиметра значит на спицы мне нужно набрать сорок три петли так но для симметрии я набираю 44 набрала набирала самым обычным способом методом длинный хвост дальше как мы вяжем саму полотно 10 рядов после набора мы вяжем резинкой 2 на 2 именно 10 рядов дальше 15 сантиметров платочной вязки после платочной вязки опять 10 сантиметров резинкой 2 на 2 и закрываем обычным способом способ набора и способ закрытия можете использовать тот которому вы привыкли резиночку вяжем так чтобы она была симметричной можно если вам хочется вот здесь побольше резинку пошире можете провязать больше рядов тогда убрать немножечко из середины платочной вязки либо же наоборот если меньше меньшую узкую полоску резинки тогда вяжите меньше рядов и больше соответственно платочной вязки что касается размера вот здесь полотно идет на все практически размеры если нога стандартная если идет большой подъем либо широкая полнота тогда немножко добавляется на полноту поскольку нас в цветках и обуви два размера есть как размер стопы так и размер полноты здесь уже регулируется как правило на стандартную ногу одинаковая вот здесь высота что касается размера мы размер добавляем здесь среднем на размер идет две петли если при расчете в два сантиметра при моей плотности вязания теперь нам нужно игла для сшивания когда уже само полотно сшито мы связано точнее мы его начинаем собирать я не зря оставила вот здесь вот два хвоста не сюда которыми мы будем сшивать само полотно мне так удобнее чтобы не присоединять лишний раз нить а вязать именно уже сшивать полотно нитью который я вязала в деле нить в иглу основную и начинаем нашивать задник нашего следка складываем пополам наш следочек в двое шивас я буду по лицевой стороне смотрите здесь у нас начало нити и мы должны состыковать наш край я подзеваю вот здесь за крайнюю дужку петли нить не иглой да и продеваю иголку вот так вот так это выглядит макушку состыковали и дальше начинаем сшивать за крайнюю дужку каждой петли мы взеваем иглу таким образом сшивая дальше следующую дужку следующие петли продеваем иглу и с обратной стороны также за крайнюю дужку и выводим иглу вместе снизу и так сшиваем наш задник до конца мы уже практически подобрались концу последние две петельки тоже мы их соединяем сшиваем подтягиваем и теперь вот таким образом я подвожу вот сюда на мою иглу и вывожу ее вот так на изнанку выводим иглу с нитью на изнаночную сторону фиксируем нашу нить узелочком до с изнанки шевчика выглядит вот так с лицевой стороны он практически не заметен фиксируем нить и прячем ее в наше полотно фиксирую я следующим образом опять завожу в полотно иглу делаю такой своеобразный узелок вот так зафиксировали и теперь нам нужно ее спрятать саму не прячу я нити как правило в изнанке вот таким вот образом в сам шов делая несколько проколов иглы именно в шов за вторую дужку которая нас осталась на изнаночной стороне и теперь вытаскиваем нашу нить вот так распрямляем и излишек нити удаляем так и вот так вот выглядит наш задник с лицевой стороны выглядит довольно аккуратно вполне себе приемлемо закруглено относительно дальше мы нам нужно с 6 уже вот эту часть опять вставляем нить в иглу и если задник мы сшивали просто по прямой то вот в данном случае нам нужно немножечко стянуть полотно чтобы вот здесь получился вот такой вот аккуратненький там и сок нашего свитка к что я для этого делаю под каждую дужку переднюю я завожу нашу иглу вот таким вот образом до конца заводим так периодически сбрасывая получившиеся петельки на иглу и на низ мне немножко нить путается что к это делать неудобно если у вас нить круче на язык хорошо скрученная то у вас это получится лучше вот так вот сбрасываем и до конца ряда мы таким образом как бы прошиваем добирая петельки и сбрасывая их на нить проводим такую манипуляцию до конца нашего ряда добрали и теперь немножко подтягиваем нашего здесь полотно чтобы у нас осталось примерно 4 5 сантиметров максимум вот так стягиваем его таким вот образом вот что у меня получается выравниваем вот здесь стыкуем наши края чтобы были они одинаково лежали да и сшиваем сшиваем опять же таки по лицевой стороне таким образом за первую петельку кромку дамы подводим нашу иглу с нитью для состыковки нашего полотна таким образом заводим и я повторюсь сшиваю я по лицевой стороне у меня получается шов так аккуратнее можно сшивать по изнанке как вам больше понравится попробуйте в принципе и сшиваем до конца подводя за первую дужку иглу как с одной так и со второй стороны так такая серединка у меня получается и нам нужно ее зашить а делаем последние проколы вот здесь с одной и со второй стороны возможно здесь в конце не всегда это делать будет удобно но это нужно чтобы у нас не оставалось дырочек сделали вот и теперь я возвращаюсь если я сшивала отсюда до конца поддевая иглой с этой стороны то теперь будем сшивать в отдельной в обратную сторону уже поддевая вот с этой стороны делаем накладываем еще один шов тоже за крайние дужки вот таким вот образом такой уже по верху для более плотного такого шва чтобы он нас не разошелся заодно мы вернем наш хвостик в начало чтобы сшить вас здесь дошили вот такой вот шовчик аккуратный у нас получается теперь нам нужно сшить макушку нашего слитка это вот эта часть так суваю я тоже по лицевой стороне и здесь смотрите у меня поскольку у меня 37 размер вот давайте посмотрим по лицевым петлями я считаю только вот лицевые да получается раз два три 4 5 5 парных лицевых петель у меня сшита это для 37 размера если допустим вяжется на 36 размер и здесь добирали петель меньше то вам нужно сшить 4 лицевые петли да если вы вяжете вдруг на 38 то соответственно 6 лицевых петель либо 7 вот ну не 6 лицевых петель до а 5 с половиной 2 изнаночные здесь регулируется опять же таки по полноте вашей ноги но среднем идет две петли расхождения две две с половиной петли расхождения в размере я сшиваю вот эти вот раз два три 4 5 5 лицевых петель для 37 размера и опять же таки сшиваю по лицевой стороне состыковывая лицевые петли с лицевыми изнаночные с изнаночными вот таким вот образом завожу спицу под каждую дужку первую под одну да и под вторую с обратной стороны дужку выводим иглу вместе с нитью и так сшиваем все наши пять петель смотрите здесь внимательно чтобы для симметрии рисунка у вас вот эти петельки стыковались и сшиваем 5 парных лицевых петель дошили макушку нашего слитка выводим опять же иголку на изнаночную сторону вместе с нитью таким образом фиксируем наш хвостик таким же образом я фиксирую как фиксировала в пятке вот так и прячу остаток нити уже тоже в шов с изнаночной стороны прошивая не делая несколько проколов именно в шве вот так прячу таким образом нити они не влажат не распускаются и остаются минимально заметными или незаметными вовсе так сделали несколько проколов убираем нашу иглу и остаток нити обрезаем вот такой следок у нас получился несмотря на то что я сшиваю с лицевой стороны швы получаются довольно аккуратными в итоге вот такие следки у нас получаются вяжутся легко просто справиться с этой моделью даже начинающая аркадельница я надеюсь было для вас сегодня полезно если это так ставьте этому ролику пальчик вверх подписывайтесь на канал будут выходить еще много полезных интересных роликов для вас по вязанию не только у меня на сегодня все спасибо за внимание и пока